За два года население муниципалитета выросло примерно на 20 тысяч человек. В основном за счёт миграционных процессов, рассказал глава Тахтумукайского района Азмец Халяха. В этих условиях вопросы гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, а также профилактики пропаганды экстремизма и терроризма, остаются одними из важных задач нынешнего дня. Чтобы их решить, в районе создана отдельная целевая программа. Основной упор делаем и на культурные мероприятия, и на спортивные мероприятия молодёжи, которые должны общаться между собой, общаться и не переходить в анклавные такие движения и жизнь анклавами. Этого ни в коем случае нельзя у нас допускать. В 2020 году в рамках районной целевой программы провели более тысячи культурных мероприятий и 200 спортивных соревнований. Значимая роль в межнациональном диалоге отводится представителям религиозных конфессий. Так, представители исламского духовенства, помимо участия в нём, активно предупреждают распространение экстремистских взглядов среди верующих. Необходимость подобной работы, по мнению председателя общественной организации АДГХС и Черкесский парламент Рамазан Атлемешока, показали события в Сирии. До сих пор ко мне люди приходят, чьи внуки и дети находятся сейчас в Сирии, в лагерях, и просят, чтобы мы их детей вернули, внуков и внучек вернули, а мы и не знаем, где они находятся. Важность работы религиозных и национально-культурных объединений подчеркнул и руководитель Республиканского комитета по делам национальности. Аскеш Халахов сообщил, что на сегодня в Адыгее действуют 87 религиозных и 12 национально-культурных общественных организаций. Кроме того, комитет сотрудничает по данному вопросу и с представителями других диаспор. Осетинская, дагестанская, чеченская, ингушская, хотя это внутренние миграционные процессы, но когда проживают сотни людей в данных национальности, мы, естественно, с ними тоже работаем активно. Для поиска новых путей профилактики экстремизма и терроризма в ближайшее время в районе будут организованы круглые столы. Мурат Пшизов, Вести Адыгея.